В 1931 году, когда старому городу был плесной, был не плесной, а был плесной, а был плесной, и горожане захотели у себя иметь башки с часами. Для чего? Для того, чтобы часы не поминали, что какое-то время надо идти в храм, чтобы они не забывали во время торговли уйти и помолиться. В 16 веке приглашают мастера и амушек, для того, чтобы вам красиво вспомнили эту башню, и мастер и амушеки думали о такие средневековые часы. Притом вы на этих часах никогда не увидите сколько времени. Здесь представление средневекового человека о движении Луны и Солнца вокруг Земли. И здесь мы видим знаки зодиака, видим когда день, когда ночь, когда неступает сумра, здесь видите цветовая гамма, она это отражает. И по серединке, причем внизу, мы видим сами циферблат. Этот циферблат уже был сделан в 17-м месяцем, макисом, известный чешный художник. Вот здесь это пройдет 13 кружочков за 12 месяцев. И то, что делает человек, здесь прянется в течение этих 12-ти месяцев. Видите, да? И по внешнему, по внешнему диаметру этого круга написаны имена святого. Каждый день имя, как мы слышим. Значит, 4 фигурки сверху, это человеческий паз. Я вам сказала, что это скелет. Это скупость. 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 Прямо сразу, в музыкальном фигурке, это человек, который живет. А когнитур, это человеческий, да? Вот здесь, если вы можете найти. На эту башню можно забраться. Хорошо, что мы сами зайдем. Я вам скажу, если вы хотите. Вот, в левом месте. Можно посмотреть на грагу, быстро. Вот, кстати. Кстати, джонка, это было очень хорошо. Не всегда эта башня была такая красивая. Она еще раньше выполняла функцию зимы. Вот где королевские линии изображены, видите, возле ангела. Там раньше была тюрьма, была решетка. Не у скелета раньше, вот, открывался, закрывался, челюсть. И однажды туда попал воробушек и закрылся. Челюсть закрыла. И он, если не там, я один заключил, не записывал мою слово, чтобы воробушек вылетел вниз, как он бился, как он хотел на свободу. И воробушек вылетел. И этого наклюненного тоже оправдали. Потому что он был не в законе, так скажем, наказан, был посажен в эту тюрьму. А вообще, раньше башни выполняли функцию зимы. Кладом моря. Такая просто, как бы казни. Они сажали, они там умирали от холода. Выпирали воды на кладе. Поэтому башни, так и называли, ла, топ-у-стинь. Через одну минуту подождите, маленькое, средневековое представление. Мастера Галыша в водное лишение зрения. Прошли также с архитектором, сомнительным джентгом. Он построил свое чудо. Почему? Потому что до магистрата города зашла информация, что мастер получил новый заказ у другого города. На посольство таких же часов. И представьте, как было неприятно магистратам, которые, так сказать, не хотели, чтобы это так было, что у нас есть ощущение. И что, в основном, мы, конечно, делимся. И мы, как бы, в этом городе, понимаем, что они были. Которые привлекают внимание людей. Как обидно, да? Делаешь, делаешь добро. И не получается, что это нечего. И не получается, что это. О, это все. И они, которыеistas, которые будут. И это нечего. Кого-то, только к городу. И, в общем, и по-другому. А, и, в общем,, и к детям. Ластос. Вот. Да, все. Г Пол, так. Ай. Бо-ай. Пое-по-ай. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Воследний апостол так видел мастера Бога, очень добрая лица. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!